Пьячеры При знакомстве мы говорим Пьячеры, очень приятно Но есть и глагол Пьячеры То есть он пишется, произносится абсолютно так Но это глагол Существительное Пьячеры обозначает удовольствие Если буквально А глагол обозначает нравится Что делать, нравится И вот этот глагол ведет себя В общем аналогично нашему глаголу нравится Изменяется он таким образом Ио Пьяччо Обратите внимание Две буквы Ч И у Пьяччо Я нравлюсь Я нравлюсь Кому-то Дальше Ту Пьячий Одна буква Ч Это значит Ты нравишься Люй-лей-лей Пьяча С одной буквой Ч Он нравится Она нравится Или вежливая форма Вы нравитесь Дальше Ной Пьячамо Опять две буквы Ч Мы нравимся Вы пьячеты С одной буквой Ч Вы нравитесь Но Ру Пьяччона Двумя буквами Ч Они нравятся То есть мы не указываем здесь спряжение глагола еще кому нравится кто-то Мы только говорим кто нравится Вот это очень важно понять Глагол Пьяччера ведет себя не так как английский глагол to like А так как русский глагол нравится То есть пьячо Это я нравлюсь Пьячий Ты нравишься Я могу спросить Тебе пьячо? Я тебе нравлюсь Ми пьячий Ты мне можешь ответить Ты мне нравишься Вот эти формы Пьячо Пьячий Они как раз обозначают Нравлюсь Нравишься Чаще всего мы конечно будем использовать формы третьего лица Пьяча И пьячуна Ну когда будем говорить что мне нравится что-то Или мне нравятся какие-то предметы Или мне нравится что-то делать Например Ми пьяче касту фьори Мне нравится этот цветок Ми пьячуна фьори Мне нравятся цветы Или ми пьяча леджеры Мне нравится читать Ну то есть как вот по-русски Да Мне нравится что-то Или нравится что-то делать Или мне нравятся какие-то предметы Ну и, конечно, вместе с глаголом пьячиры мы будем использовать косвенные местоимения, прономии индиретти То есть те местоимения, которые отвечают на вопрос кому Должны сказать, кому нравится, да? Ну вот как сказать мне нравится, уже понятно, ми, тебе, ти То есть вот эти местоимения, они совпадают с прямыми И меня, ми, и мне, ми, то же самое, тебя и тебе, все это ти Такая же история с местоимениями чи и ви На вопрос кого будет чи и ви, и на вопрос кому тоже чи ви То есть если что-то нравится нам, мы скажем чи пьяче Чи пьяче, кэстуфильм, например Нам нравится этот фильм Если вам, то мы спросим, не пьяче кэстуфильм А вот что касается третьего лица Он, она, невежливая форма А также они Здесь существуют специальные формы Ему нравится будет ли Ей нравится ли Им нравится ли Ну так же как ему Либо можно будет сказать Алло-ро То есть если мы хотим уточнить Вот именно им нравится Скажем алло-ро Или если мы хотим уточнить, что именно ему Алюй Или ей Именно ей Аллей Вяче что-то Вот именно ей То есть это возможный вариант Вот такие вот формы Вместе с союзом С предлогом А А сейчас возьмем В качестве объекта, который нам будет нравиться Ла-партаменту Ну то есть квартира Или апартаменте Квартиры Нам это будет интересно в плане артикли, например Например Так Мне пиачи ла-партаменту Мне нравится квартира Мне пиачено ли апартаменте Ти пиачи ла-партаменту Тебе нравится квартира Ти пиачено ли апартаменте А вот дальше у нас он Ему Соответственно Ли пиачи Ла-партаменту Ли пиачено Ли апартаменте Вот в этой фразе у нас два раза Ли Но это совсем разные льи Ли пиачи Это ему Это местоимение косвенное А ли апартаменте Здесь у нас всего-навсего артикль Множечного числа мужского рода перед гласным Дальше Ли пиачи ла-партаменту Ли пиачено ли апартаменте Ну и так же будет нежливая форма Потом у нас идет мы Значит нам Чи пиачено ла-партаменту Чи пиачено ли апартаменте Потом вы Вы пиачено ла-партаменту Вы пиачено ли апартаменте И дальше у нас опять третье лицо, множественное число им. Мы можем сказать ли, ли пьячен апартаменту, ли пьячену, ли апартаменте. То есть опять здесь два раза повторяется ли, но ли совершенно разное. В первом случае это местоимение, во втором – артикль. Я думаю, что про местоимение я сделаю отдельный урок, соберу их вместе. И про номидеретти, и индеретти, невозможно, еще и комбинированные посмотрим. Это будет отдельный урок, чтобы как-то еще раз подробнее на этом остановиться и разобраться. А сегодня мы должны вот еще о чем сказать. Иногда ведь нам надо сказать, что нам что-то не нравится, или кто-то не нравится. То есть мы, как ты догадываешься, должны добавить частичку нон. Задача наша – это поставить ее в нужное место. То есть эта частичка нон, отрицательная, она должна быть не перед самим глаголом, а перед местоимением, если там есть это местоимение. Вот перед тем самым местоимением, которое и говорит кому не нравится. Например, если без отрицания – ми пьяче, кайста либру. А если не нравится эта книга, то нон ми пьяче, кайста либру. То есть вот это нон перед ми, оказывается, да. Или, например, ты мне не нравишься. Нон ми пьяче. Или ту нон ми пьяче. Или ему что-то не нравится, например, читать. Нон ли пьяче лечере. То есть вот это очень важно, что частичку нон мы ставим перед местоимением, косвенным местоимением, которое указывает кому не нравится. И еще обязательно я должна тебе сказать о прошедшем времени. Глагол пьяче лечере образует пассату просиму при помощи эссеры. Соответственно, причастия будут изменяться по родам и числам, то есть менять окончания. Например, мне нравятся эти часы. Ми пьяче questo orologio. Оролоджо – это мужское родное, единственное число в итальянском языке. А в прошедшее время мы получим Ми е пьячуто questo orologio. Или мне нравится этот дом. Ну, давай лучше скажем «мне не нравится этот дом», чтобы еще и частичку нон использовать. Нон ми пьяче, кое ста каза. Каза – дом, женский род, единственное число в итальянском языке. Мне не понравился этот дом. Нон ми е пьячуто. Кои ста каза. Пьячуто. Э пьячуто. Нон ми е пьячуто. Потому что женский род. Или, например, Мне понравились эти дома. Как мы скажем? Ми соно пьячуто. Да? Кои ста каза. Ми соно пьячуто. Каза – это женский род, множественное число, поэтому пьячуто. Глагол эсера принимает форму соно. Это множественное число. Мне не понравились... Ну, давай эти фильмы у нас сегодня уже. Это фигурирует слово. Нон ми соно пьячуто. Кои ста филм. Филм у нас не будет менять форму. Но кости говорит нам о том, что это слово стоит во множественном числе. Мужской род, множественное число. Поэтому соно пьячуто. Соно, да, главу эсера принимает форму на лоро. Фильмы – это они, лоро, соно пьячути, потому что мужской род – множественное число. Ну, вот в общих чертах и всё. Я понимаю, что остались вопросы по поводу местоимений, конечно же, в роли дополнения. Прямые, коственные. Я сделаю урок, думаю, что следующий, такой обобщающий по всем местоимениям. Сегодня задача была разобраться с глаголом пьячуэра, научиться говорить, что нам нравится, что нет. Если остались какие-то вопросы, задавай в комментариях. Если тебе полезен этот урок, понравился, ставь лайк, я буду очень рада. Подписывайся на мой канал. Ну и до встречи, до скорого. A presto. Ciao. Итальянцы вот так делают, когда прощаются. Ciao.